Аэропорт Аплатов С 1 октября в Донской столице упразднен режим движения маршрутное такси. Теперь весь общественный транспорт обязан останавливаться только в установленных местах. Об этом сообщает Департамент транспорта Донской столицы. Изменениями в работе общественного транспорта станет стопроцентное оснащение всех автобусов оборудованием безналичной системы оплаты проезда. Это обеспечит учет не только льготных категорий граждан, но и возможность оплаты по дифференцированному тарифу для всех пассажиров. Напомним, с 1 ноября в городском транспорте начнет реализацию пилотный проект по внедрению электронной системы учета проезда льготных категорий граждан регионального регистра, проживающих в Ростове с использованием социальной проездной карты. И в продолжении темы. Новая схема движения ростовского транспорта вступает в силу на этой неделе. Некоторые маршруты изменятся, другие уберут вовсе. Городской администрации говорят, что перемены связаны с оптимизацией. В частности, маршрутки номер 94 и 96 уже отменили. Вместо них теперь должны ходить автобусы. К концу недели откроют новый маршрут. Он соединит ЖК «Измаилский парк» и Центральный рынок. С 8 ноября по 22 декабря на улице 14-я линия временно отменят пешеходное движение по части тротуара. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог и Организации дорожного движения города. Уточняется, что причина ограничения – работы по капитальному ремонту, ограждение онкологического института. Детям до 7 лет хотят запретить появляться на улице без сопровождения взрослых. На ужесточении комендантского часа настаивают в Главном управлении МВД России по Ростовской области. Предложения уже направлены в законодательное собрание региона. Полиция настаивает не только на запрете самостоятельных прогулок до шкалят, санкции затронут и подростков старше 16 лет. Им тоже будет можно появляться на улице в ночное время, только в сопровождении взрослых. Напомним, такая мера действует в соседнем Краснодарском крае. Следы антибиотиков можно найти почти в половине всей докторской колбасы в России. К такому выводу пришло рост качества, проверив образцы продуктов. Об этом сообщает ТАСС. Специалисты изучили докторскую по 70 показателям качества и безопасности. Ни в одном случае не было обнаружено превышение допустимых концентраций по антибиотикам. Однако следы этих препаратов были выявлены в 16 образцах. Это не делает производителей нарушителями, но лишает их возможности претендовать на российский знак качества. Открыто онлайн продажа билетов на матч «Ростов-Зенит». Он состоится на Ростов-Арене 1 ноября в рамках 1-8 Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба «Желто-синих». Добавим, сейчас «Зенит» считается одной из самых сильных команд российской премьер-лиги. Ростов занимает третье место в турнирной таблице. У них 18 очков. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно гриппом заболевают до 30% детей и 10% взрослых. Пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период. Как не заболеть самому и защитить своих близких? Стоит ли проходить вакцинацию и чем опасно самолечение? На эти и другие вопросы в программе «Коннект» ответит врач-педиатр Владимир Расторгуев. В ближайшую пятницу в 18.35 на нашем канале.